Видео подготовлено онлайн-библиотекой MyBook. Более ста тысяч книг, удобный сайт и мобильные приложения для iOS и Android. Множество книжных подборок, рейтингов и рекомендаций на любой вкус. MyBook читать удобно где угодно. К берегам Марселя причаливает огромный корабль под названием «Фараон». В связи с внезапной кончиной капитана Леклера судном временно командует Эдмон Дантес, молодой и способный моряк. Это был юноша лет 18-20, высокий, стройный, с красивыми черными глазами и черными, как смоль, волосами. Весь его облик дышал тем спокойствием и решимостью, какие свойственны людям, с детства привыкшим бороться с опасностью. Юноша не только заменяет Леклера на капитанском мостике, но и исполняет его последнее поручение. Он подводит судно к острову Эльба, где встречается с Наполеоном, находящимся в изгнании, а также передает пакет с тайным посланием для маршала Бертрана. Там Эдмону вручают письмо для господина Нуартье, который считается одним из опаснейших заговорщиков-бонапартистов. Господин Морель, владелец корабля «Фараон», относится к Дантесу с симпатией и желает, чтобы преданный своей службе и одаренный молодой человек официально занял место покойного Леклера. Успех юноши вызывает сильнейшую зависть судового бухгалтера Данглара. Он намерен помешать молодому моряку добиться успеха на капитанском поприще. Дантес влюблен в красавицу Мерседес, который собирается сделать предложение. На руку девушки также претендует рыбак по имени Фернан Мандега, ее кузен. Именно его коварный щитовод Данглар берет в союзники, задумав устранить будущего капитана. Третьим заговорщиком становится нечистый на руку портной по имени Кадрус. Они составляют анонимный донос на юношу, обвиняя его в пособничестве сторонником Наполеона Бонапарта. Кадрус боится столь явной клеветы и уговаривает Данглара отказаться от этой затеи. Бухгалтер пытается обратить случившееся в шутку и выбрасывает письмо. Однако измученный ревностью Фернан подбирает смятое послание и отправляет его в королевскую прокуратуру. Дантеса задерживают прямо во время церемонии обручения. Юношу приводят на допрос, где он подробно рассказывает о своем визите на Эльбу. Понимая, что обвинить молодого человека не в чем, помощник прокурора Вильфор почти готов освободить его. Но, внимательно ознакомившись с посланием Бертрана к заговорщику Нуартье, он меняет свое решение. Дело в том, что адресат приходится Вильфору отцом. Если кто-нибудь узнает об этом, помощнику прокурора грозит не только позорная отставка, но и крах его любовных надежд. Он намерен жениться на прекрасной Рене де Сен-Меран, но ее семье, придерживающейся риэлистских взглядов, ничего не известно о родстве жениха с ярым бонапартистом. Эта случайность становится роковой для юного моряка. Его отправляют в замок Ив – тюрьму для арестованных за политические преступления, где ему предстоит провести остаток жизни. Эдмон находится в заключении уже пять лет. Жизнь теряет для него всякий смысл. Решив умереть голодной смертью, юноша выбрасывает свою еду в окно. Постепенно силы оставляют его, но вдруг он слышит странный стук неподалеку от своей камеры. Кто-то пытается сделать подкоп, чтобы сбежать. Дантес начинает копать туннель со своей стороны. Так он встречает Аббата Фария – пожилого ученого и священнослужителя родом из Италии. Святого отца считают умалишенным, ведь он одержим желанием добраться до сокровищ, местонахождение которых якобы известно лишь ему одному. Личность старца глубоко впечатляет молодого узника. Это был человек невысокого роста, с волосами, посидевшими не столько от старости, сколько от горя, с проницательными глазами, скрытыми под густыми сидеющими бровями, и с черной еще бородой, доходившей до середины груди. Худоба его лица, изрытого глубокими морщинами, смелые и выразительные черты изобличали в нем человека, более привыкшего упражнять свои духовные силы, нежели физические. По лбу его струился пот. Что касается его одежды, то не было никакой возможности угадать ее первоначальный покрой, от нее остались одни лохмотья. Аббат все время занят умственным трудом и не теряет присутствия духа, несмотря на все испытания, выпавшие на его долю. Молодой человек рассказывает новому другу свою историю, и тот, сопоставив факты, проливает свет на истинные причины случившегося. Субтитры создавал DimaTorzok